Самый большой аквариум нашего океанариума пополнился самыми большими рыбами, которые у нас есть на сегодняшний день. Это акула-зебра. Это настоящая зебровая акула. Самца и самка мы привезли в этом году из Японии. И до этого они проходили адаптацию в научно-адаптационном корпусе. Они приучены, они прекрасно питаются, уживаются. И сегодня они приехали на постоянное место жительства. Весит самец где-то порядка 30 килограмм. Почему примерно? Потому что он живой. Точный вес весы все-таки стрелка ходит, не показывает. Самка весит 55 килограмм. Эта акула не пилогическая. То есть ей не надо все время плавать в толще воды и таким образом прогонять воду через жабры. Она спокойно может ложиться, лежать, отдыхать и изредка плавать. То есть это донная акула, не пилогическая. Она может плавать в толще воды, но это не является обязательным условием. Это акулы типичные в бентофаге. То есть бентосом называются различные ракообразные. Но не брезгуют они и рыбкой. С удовольствием они будут кушать и креветок, и кальмар, и рыбу. Рыбы, так же как и люди, очень любопытны. Поэтому если что-то появилось, тем более такое большое, то все, как только запустили акул, тут же подошли групперы. Причем они тоже очень большие. Они подошли и именно знакомятся, именно узнавать. Интерес продиктован тем, можно ли этим поживиться. Или представляют ли это угрозу. Мелкие рыбы, для многих мелких таких стайных рыб, как раз вот сейчас можно это наблюдать, как они ходят за акулами, то что они привыкли держать крупного взрослого хищника в поле зрения. Поэтому крупных акул всегда сопровождает стайка более мелких рыб. Это настолько мирная рыба, настолько инфантильная, что ее даже в природе можно спокойно подплыть, погладить. Но в лучшем случае ей это не понравится, и она постарается удрать. Но чтобы напасть на человека, нет таких официально зарегистрированных случаев. Это очень такая миролюбивая, спокойная рыба. Поэтому, конечно, ее очень любят держать в океанаримах именно вот из-за этого. То есть она не представляет угрозы ни для других обитателей, ни для водолазов. Субтитры создавал DimaTorzok